привет друзья всем хорошей недели итак сегодня у нас видео которое называется футбук что такое футбук это просто элементарное меню только мы не будем здесь в этом видео показывать как мы готовим например нашу пищу на неделю или что мы едим а это просто футбук детских ланч боксов в двойном размере то есть что мои дети едят в школе как говорится меньше разговоров больше дела подобное видео у меня уже есть на канале когда я дожечка ходил в первый класс мы делали такой вот футбук но прошло много времени и у нас немножечко конечно изменились привычки питания у ребенка ну и плюс то что все-таки я даю им школу по моим трем принципам а вы их помните первый это не умереть с головы пока ты в школе второй это не полезно но и не вредно и третье легко и просто поэтому следуя трех этим принципам мы собираем наш ланч бокс и так посмотрите видео будет идти со вторника вторник среда четверг и понедельник так как первый учебный день у нас был во вторник и так происходит всегда здесь в онтариум подписывайтесь на канал а также на одноименную страничку в фейсбуке погоднем сына и буду рада вас видеть там буду рада получать ваши вопросы и давать вам ответы не только в моих видео но и в прямых трансляциях эфирах стримах которые будут проходить по четвергам которые проходят пока что по четвергам ориентировочно в час дня по торонто и так поехали так вот у нас и дожкин ланчбук 1 а это у нас габулькина так вот это у нее хлеб с помидорчиком она берет собой силы и свертал огурчик и маленький желтый ланчбук с водой это у нас первоклассница идет первый день и 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 Оливки Итак, бонусом к этому видео я бы хотела вам рассказать также о School Cash Online. Это то, как мы оплачиваем все наши заказы по еде и все, что касается школы в онлайн. Давно мы не приносим чеки, давно мы не приносим наличные деньги в школу. Заходим, выбираем студента, если у вас несколько детей, и выбираем, что у нас есть. На данный момент появились уже горячие ланчи. Вы можете поставить перечисления под каждым ребенком. Например, сейчас мы смотрим на Габриэль. Все это рекомендации, это не обязательно. Мы выбираем пиццу. Как я вам и рассказывала, что пиццу я им всегда заказываю. Написано, что пицца у нас начинается с 4 октября и будет продлеваться до 24 января. Здесь перечислены имена числа, в которые это будет происходить. Мы выбираем quantity, только один кусочек. Я добавляю его в корзину. Написано, что до 25 сентября нужно подписать эту форму, для того, чтобы 4 октября ребенок уже получил свой кусочек пиццы. У Габи получается на 45 долларов. Но мне нужно также добавить еще и до. Поэтому я возвращаюсь как бы в основное меню. Перехожу на лейбл и дошеньки. У него, кстати, тоже практически список, что и у Габи. Просто есть еще адженда, которую в этом году мы решили не брать. Выбираем тоже пиццу. Информация та же, только мы удваиваем количество пиццы на 2 кусочка. И добавляем их в корзину. В общем-то, вот так все и происходит. Продолжение следует... Продолжение следует...